Каких женщин выбирают слабые мужчины? Это те мужчины, которые перекладывают ответственность на женщину. А во внешнем мире у них ничего не получается или ничего им не нужно. Ни рост в карьере, ни рост в доходах, ни рост в бизнесе. И они понимают, чтобы заполучить эту женщину, просто нужно показывать, какой я хороший. Если поставить толпу мужчин перед этой женщиной, она не поймет, где какие мужчины, где достойный, где недостойный. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Слабые мужчины. Кто это такие? Это те мужчины, которые перекладывают ответственность на женщину. Зачастую слабые мужчины, они тираничны внутри отношений. То есть ироничны или же безразличны или отстранены, ленивы. А во внешнем мире у них ничего не получается или ничего им не нужно. Ни рост в карьере, ни рост в доходах, ни рост в бизнесе. И сейчас мы разберемся в этом видео, каких же женщин выбирают эти мужчины и почему. Первое. Они выбирают тех женщин, которые не доверяют мужчинам. Потому что женщина, которая не доверяет, для этих мужчин как красная тряпка для быка. У этих мужчин нет целей, у них отсутствует какая-то страсть к движению вперед. И тут перед ними показали некий маячок. О, круто, здесь я могу проявиться, чтобы завоевать эту женщину. Чтобы показать, какой я хороший. Зачастую то же самое, это эти мужчины делали, вынуждены бы делать. Были делать по отношению к своей матери. Которая говорила, если ты хочешь, чтобы я тебя любила или одобряла, пожалуйста, заслуживай мою любовь. Будь хорошим мальчиком. У этих мужчин есть программа, чтобы меня любили, мне нужно быть хорошим мальчиком. Особенно на первых этапах завоевания или во время конфетно-букетного периода. Второе. Они выбирают женщин, которым не нужны деньги от мужчин. Знаете, это такой тип девушек и женщин, которые говорят, а мне не надо деньги, а я все сама могу. А хотеть деньги или думать о деньгах от мужчины, это значит быть корыстной. Это значит быть содержанкой. А я могу все сама. То есть слабые мужчины никогда не выберут женщину, которая понимает, что деньги от мужчины это неплохо. Деньги от мужчины это хорошо, это приятно и это нужно и необходимо. Даже если я сама умею зарабатывать деньги. Но девушек и женщин с таким мышлением слабые мужчины не выбирают. Слабые мужчины таких женщин что? Презирают и оскорбляют. Следующий пункт. Каких женщин выбирают слабые мужчины? Это тех женщин, для которых слова любви гораздо важнее, чем умение зарабатывать деньги. То есть они в мужчинах ценят и выбирают, чтобы мужчина мог морально, эмоционально поддержать. Это гораздо важнее для них, чем то, умеет ли мужчина зарабатывать деньги или нет. Есть у него цели или нет. Стремится он к большему или не стремится. И ладно бы, если бы эти мужчины могли действительно долгосрочно давать эту моральную и эмоциональную поддержку. Но мы возвращаемся к такой же истории, что эти мужчины это дают только лишь первое время. А потом они перестают и деньги зарабатывать, и перестают быть способными на то, чтобы давать эмоциональную и моральную поддержку. И они становятся либо отстраненными, либо тираничными. Поэтому слабые мужчины прекрасно видят и прекрасно чувствуют, когда перед ними женщина, которая, так сказать, в кавычках неприятное слово, ведется на слова любви, на обещания, на уделение внимания. И они понимают, чтобы заполучить эту женщину, просто нужно показывать, какой я хороший. Просто нужно показывать, как ты для меня важна. И в том и дело, что это очень несложно изобразить первое время. Следующий пункт. Каких женщин выбирают слабые мужчины? Это тех женщин, которым нравится помогать. Это те женщины, которым очень нужно и важно быть какими нужными. Такая себе женщина-спасательница. Ей очень важно чувствовать, что я такая вся полезная, нужная, что без меня там кто-то не справится, мне нравится помогать. И этой женщине очень важно проживать это ощущение внутри, потому что если она не чувствует себя нужной, ей кажется, что она тогда не любит себя. Такое ощущение, что у нее ощущение, что я никому не нужна, я одинокая. И поэтому эти мужчины тоже умеют выбирать таких женщин, они на них обращают внимание. То есть, с одной стороны, он уделяет внимание женщине, а с другой стороны, он такой, знаете, мальчик-мужчина, которому нужна самому эмоциональная, моральная поддержка или какая-то материальная помощь или связи. И, конечно же, эти женщины с удовольствием приходят на помощь к этому мужчине, потому что в этот момент они чувствуют себя такими классными, ведь я помогла. А потом им сложно уйти из таких отношений, даже если они не счастливые, даже если они деструктивные. Ей кажется, что ну он же без меня не справится. Пятый пункт, каких женщин выбирают слабые мужчины, зачастую это тех женщин, у которых отец либо отсутствовал биологический, либо был антипримером. Эти женщины не разбираются в мужчинах, они не понимают, как отличить нормального от ненормального. Единственные критерии, которым они начитались в интернете, это то, чтобы если мужчина ухаживает, уделяет внимание, тогда это равно он так к вам относится, и это какая-то там гарантия, значит, мужчина хороший. И вообще, что нужно выбирать только среди таких мужчин. Кто так вас там добивается, вот таких мужчин и обращайте внимание. А если мужчина не пытается вас добиваться, даже не нужно думать, какие вам мужчины нравятся. Там программы выбирайте только из тех, кому нравитесь вы. И поэтому эти мужчины этим охотно пользуются, потому что если поставить толпу мужчин перед этой женщиной, она не поймет, где какие мужчины, где достойный, где недостойный. Более того, чем достойнее мужчина, чем он благополучнее, чем он зрелый, чем он более эмоционально развит, тем более непонятен этот мужчина для этой женщины, тем более странным он кажется со стороны. А чем больше женщине страшно возле такого мужчины, и ей кажется, что если мне страшно возле мужчины, значит, это не мой мужчина. Как бы с одной стороны, она хочет быть возле достойного мужчины, но с другой стороны, она боится его, она не понимает, как себя с ним вести, она не может правильно трактовать его реакции. Ей кажется он каким-то, может быть, холодным, отстраненным, или если у него есть цели в делах, для него работа важнее, чем я. И поэтому это тоже одна из причин, каких женщин выбирают слабые мужчины. Если для вас важно разобраться еще больше в понимании мужской психологии, психологии отношений, если сейчас вы находитесь в отношениях или нет, в отношениях деструктивных, токсичных, созависимых или в нормальных отношениях. Но вам важно прокачаться как женщине, стать для себя в первую очередь, повысить свой уровень осознанности как женщины, научиться влиять на мужчин без драм, без манипуляций, получать от мужчин то, что вы действительно достойны. Даже если вам кажется, что сейчас возле вас слабые мужчины или окружают слабые мужчины, как сделать так, чтобы это в вашей жизни изменилось, чтобы это осталось в прошлом и в вашей нынешней жизни появлялись только достойные мужчины. И возможно тот мужчина, который вы сейчас считаете недостойным, на самом деле он нормальный, но пока что вы не понимаете, как с ним взаимодействовать. Прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций», где эти и другие темы мы раскроем максимально подробно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите ваши комментарии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok